Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Жития святых во свете Библии рассматриваем, чтобы на все смотрели открытым оком. Вопрос 1913. Есть разные виды поста, но какой лучше? Ответ. Полный пост. Ни пить и ни есть. А продолжительность обязательной для всех нет более трех дней, как у Иоанна Пророка сказано. Остальное по желанию. Исход 34-28. И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил. И написал Моисей на скрижалях слова завета десятисловия. Пимен Великий, 27 августа. Как подобает поститься? Старец отвечал. Я каждый день навкушаю немного пищи, не насыщаясь вполне. Ава Иосиф спросил. А когда ты был юношей, то не постился ли ты по два дня? Отвечал Пимен. Поистине постился. И не только по два дня, но и по три, и по целой неделе. Но святые отцы, испытавшие то и другое, нашли, что лучше вкушать каждодневно, но понемногу. Ибо этот царский путь ко спасению более легкий и удобный, дабы не превозносился ум. В Евангелии написано. Имеющую одежду, пусть продаст ее и купит нож. Лука 22, 36. Это значит, имеющий покой плоти своей, пусть оставит его и начнет проводить жизнь суровую, вступив на путь тесный. И как толковали. Вопрос 1914. Многолетнее сокрушение о грехах в затворах. Разве это не по Писанию? И Петр апостол плакал о своем отречении от Христа всю свою жизнь. Ответ. Сколько Петр плакал, оставив все церковные легенды предания, можем твердо сказать, что не более двух дней. Когда же Христос воскрес, то Петрову плащу положен был предел. Он мог плакать слезами радости всю жизнь, вспоминая свой грех отречения от Господа. Но это были слезы благодарности искупившему и умершему за его грехи Христу Спасителю. Уже ликовал он и радость эту изливал на всю Вселенную. Все эти затворы, сокрушения о грехах и истязания себя, есть наикраснейшее подтверждение, что монахи эти не знали учения Христа, прощающего таких блудниц в течение нескольких минут. Лука 7,50. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Вера в монашество, в их подвиг есть абсолютно новая вера, изобретение поврежденного человеческого ума, не соприкоснувшегося с благодатью прощения. Евреям 8,12. «Потому что я буду милостив к неправдам их, и греховых, и беззакония их, не воспомяну более». Таисия, 8 октября. «В стране египетской жила некогда женщина, развращенная, бесстыдная и нечистая по своей жизни. Имея одну дочь по имени Таисию, она научила ее тому же постыдному образу жизни, которому и сама навыкла. Отвела ее в мудный дом, и отдала на служение сатане, на пагубу многим душам, с человеческим путем, прещение их ее красотою. Ибо Таисия была весьма прекрасна по своей наружности-то, и прославилась повсюду красотой своего лица. Из-за плотского вожделения к Таисии многие приносили ей много золота и серебра, блестящих дорогих одежд. Прещая поклонников своих, она доводила их до такого разорения, что многие, потеряв ради нее свое имущество, впали в нищету, а иные, заводяя за нее между собой ссоры, били друг друга и покрывали пороги ее дома своей кровью. Услышав о всем преподобный Пафмутий, одевшись в мирские одежды и взяв с собой золотую монету, пошел в дом, где жила Таисия. Старист указал ей место, где будет ждать ее, и ушел. Тогда Таисия, собрав все сокровища свои, приобретенные путем разбрата, ценой до четырехсот литр золота, вынесла их на середину города и, разведя огонь, положила на него все это, и перед всем народом сожгла восклицая. «Придите все, грешите ко мною, и смотрите, как я сжигаю то, что вы мне дали». Говори. С миром. Да. Да. Так. Понял, значит, понял, понял. Тебе воздуха не хватало, вызывало скорую помощь. Благодарю, будем молиться. Слава Христу. Ну, пошло. Когда начинаешь что-то, ну ничего. Так, говори. С миром. С миром. Да, устроился все нормально. Ты доехал туда или обратно? Нет, я в Москве еще. Ты в Москве еще? Мы помним тебя, молимся. А где ты тоже? Аллилуйя. Видите, как люди просят. Мы об этом считаем. Очень трудное положение ее Мария звать. Мы сейчас помолимся. А это брат Виктор. В командировке врач. Отправили его. Придите все грешившие со мной и посмотрите, как я сжигаю то, что вы мне дали. Придав огню нечистым образом приобретенное богатство, она пошла на место, где ждал ее Пафнутий. Старец повел ее в девичье монастырь и, спросив небольшую келью, ввел в нее Таисию и затворил ее там. Двери же келью он крепко заделал и заколотил, оставив только маленькое оконце, чтобы через него можно было подавать ей много хлеба и воды. Как велишь мне, отче, молиться Богу? Спросила Таисия, святого Пафнутия. Ты недостойно, отвечал старец, не произвеси имени Господня, ни рук твоих поднять к небу. Ибо уста твои исполнены скверные, руки твои загрязнены нечистотою. Говорили, счастно обращаясь к Востоку, создавший меня, помилуй меня, создавший меня, помилуй меня. И пробыла Таисия в том затворе, три года молясь Богу, как научил ее Пафнутий, вкушая лишь немного хлеба и воды, и то только раз в день. По прошествии трех лет Пафнутий, побуждаемый милосердием к ней, отправился к великому Антонию, желая узнать, простил ли ее Бог или нет. Придя к старцу, он поведал ему все о жизни Таисии. Антоний призвал учеников своих и повелел им затвориться каждому отдельно в келье своей и всю ночь молиться Богу, чтобы он открыл кому-либо из них о Таисии, кающейся о грехах своих. Ученики исполнили повеление отца своего и умолили Бога. Он открыл о ней одному из них по имени Павел, которого называли Препростым. Стоя на молитве ночью, он увидел видение небеса отверстия и одр, стоящий, посланный весьма богатый и сияющий великой славою. Три девицы, пресветлой лицом, стояли и охраняли его, и венец лежал на одре том. Прежде всего Павел спросил, верно, не иному кому-либо уготованный сиодр и венец, как отцу моему Антонию. Тогда раздался к нему голос, не отцу Антонию, если его уготовано, но Таисии, бывшая блудница. Пришедший в себя, Павел стал размышлять о виденном, и когда настало утро, пошел к блаженным отцам Антонии Пафнутию и поведал им о своем видении. А они же, услыхав о том, прославили Бога, принимающий истинно кающихся. Тогда Пафнутий пошел в девичий монастырь, где жила Таисия в затворе, и, разломав дверь, хотел вывезти ее. Но она стала просить его, позволь мне, отче, остаться здесь до смерти моей и сокрушаться о грехах моих, так много их у меня. То есть она сколько вот была, молилась о грехе непрощенную, но явно, что не евангельская вера. Евангельская вера, воззови ко мне, я услышу тебя, приходящего ко мне не изгоню вон. Это монашеская вера. И вот надо узнавать, прощенно, непрощенно, откуда это все они брали. Явно, что утвердел уже этот обычай, совершенно не касаться Евангелия. По Евангелию он сказал ей, она покаялась и дальше шла бы, трудилась, работала. Старец отвечал ей. «Счеловеколюбец Бог уже принял твое покаяние и простил грехи твои, и вывел ее из отвора. Тогда блаженная Таисия сказала, поверь мне, отче, что как только вошла я в затвор, я представила все грехи мои предмысленными очами моими, и, взирая на них, плакала непрестанно. Не удалили все злые дела мои от отчея моих и до ныне, но предстоят передо мною и ужасают меня, так как за них я буду осуждена. Выйдя из затвора, блаженная Таисия через пятнадцать дней впала в недуг и, проболев три дня, благодатью Божией с миром пощила». Вопрос 1915. «Не просто избавиться от мирских навыков. Как святые могли сразу отстать от того, чем жили долгие годы? Ответ. Здесь труд и внимательность, доверие к совету добрых людей». Исайя 46.10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Второе Маковейское 13.13. «Выйдя и решить дело с помощью Господа». Арсений Великий 8 мая. Старый Сей удержал одну привычку из своей мирской жизни, именно. Иногда он, садясь, полагал ногу на ногу. Что могло показаться не совсем благопристойным. Некоторые братья видели это, однако никто из них не осмелился сделать ему какое-либо замечание, потому что все весьма уважали его. Но только один старец, Савва Пимин, сказал братье, «Пойдите к Аве Арсению, и я сяду при нем так, как иногда садится он. Тогда вы сделайте мне замечание, что я нехорошо сижу. Я стану просить у вас прощения, вместе с тем мы исправим и старца». Они пошли и сделали так. Преподобный же Арсений, поняв, что так неприлично сидеть иноку, оставил свою привычку. Вопрос. Есть слово такое, принципиальность. Что за значение его в духовном плане? Ответ. Быть стойким в основных своих убеждениях, когда они правильны, и отставить их идейно и на деле. Всегда считалось достойным уважения. Но тут может быть и твердокаменное упорство. Не завалиться бы на эту сторону дубовую. Хотя это слово не библейское, но смысл его встречается в Слове Божием. 1 Петра 2,19. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». 2 Тимофея 2,3. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Стефан Новый, 28 ноября. Каждую субботу, воскресенье, она приносила в темницу немного хлеба и воды, и тайно подавалась святому. Сначала блаженный не хотел принимать из ее рук приносимой пищи, так как не знал, благочестива ли она и поклоняется ли иконом. Ибо он гнушался еретиков и ничего не желал брать из их рук. Но женщина в удостоверение о своем благочестии принесла ему тайно хранимые у нее иконы. При чистой Богородице и святых первоверховных апостолов Петра и Павла, поклонившись перед лицом преподобного всем святым иконам, она облабызала их, а потом отдала ему, что блаженный Стефан, храня у себя отечественные иконы, поминал ее о святых в молитвах своих. Олимпиада, 25 июля. Выходя в последний раз из церкви, Ян Затаус вошел в крестильню, позвал блаженную Олимпиаду с деканисами Пентадию, Проклию и Сальвиною, добродетельную вдовой, и сказал им, «Пойдите сюда, дети мои, послушайте меня. Что против меня ведется, вижу я, подходит к концу. Я свое дело сделал, и думаю, едва ли вы еще увидите меня. Поэтому прошу вас, не оставляйте церкви из-за епископа, которого поставят на мое место, по принуждению или общим советам, но поминуйтесь ему, как повиновались и Анну. Церковь не может быть без епископа. Итак, да будет с вами милость Божья, поминайте меня в своих молитвах». Они же, обливаясь слезами, упали низ перед ним, и отправился святой в путь к месту своего заточения. Вопрос 1917. Если христианам нельзя никого проклинать, то как же в житиях встречается, чтобы проклинали друг друга и еретиков? Ответ. Это все вопреки слов Христа, и на том ставить клейму антихристового дела. По этим немногим местам из Библии узнайте отношение Бога к проклятию. Бытие 27.29. «Проклинающие тебя прокляты, благословяющие тебя благословенны». Числа 22.12. «И сказал Бог Валааму, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». Псалом 108.28. «Они проклинают, а ты благослови. А они восстают, но да будут постыжены, раб же твой, да возрадуются». Притча 30.11. «Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей». Матфея 5.44. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Римлян 12.14. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». И в тихий Флорентии 23 августа. «Те, кои убили его медведя, не причинившего никому никакого зла, получат еще в настоящей жизни перед глазами всех наказание от Господа. Лишь только угодний Божий успел сказать эти слова, как за ними последовало и самое дело, ибо внезапно те четыре монаха были поражены от Господа страшной проказой, так что сгнили все члены их, и они умерли в той болезни». После того, как случилось это, человек Божий Флорентий пришел в великий страх, что проклял братья тех, и никогда в продолжение всей жизни своей не переставал рыдать о братьях тех, себя же называл жестоким убийцей. У него был медведь, он на нем воду возил, а ему завидовали братья и взяли, убили медведя, монахи. Все сие сотворил всемогущий Бог, для того, чтобы тот простой и добродетельный муж, будучи обижен, никогда более не проклинал никого устами своими. Вопрос, 1918-й. Принято считать, что глаза человека зеркало его души, святые это хорошо знали и могли определять не только страсти человека по лицу, но и его задумки. А они что, психологи? Ответ. Быть психологом – это одно дело, на бумаге, по диплому. Истинными психологами могут быть только глубоко верующие, признающие психею, душу, душу, и живущие по духу. А от них многое не сокрыто. Им внутренний человек показывает, о чем и о ком они должны молиться. 1 Коринфянам 2,11. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия». Знать – значит принять участие, изменить, переломить ситуацию. Не просто для информации и любопытства знать, а для спасения души. Рассказывает, что японцы были на советской выставке новых машин. И там были машины, которые могут проходить и по воде, и по болотам, и через бревна перелазить, и в горах подниматься. Смотрели, смотрели самураи, да и выдали. О, какие умные русские! Каких разных всяких машин напридумывали, чтобы только дороги не делать и не ремонтировать. Вот точно так и монахи. Каких только подвигов не придумывали, каких только иноческих трудов с ног сшибательных не наизобретали, только бы не выходите в мир с проповедью, чтобы только слова Христа не исполнять о благовестии миру. Марка 16, 15. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Иеремия 35, 15. «Я посылал к вам всех рабов, моих пророков посылал с раннего утра и говорил, обратитесь к каждой от злого пути своего. Исправьте поведение ваше, не ходите во свет иных богов, чтобы служить им. И будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня». Исайя 30, 21-22. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, если бы вы уклонились налево, тогда вы будете считать скверную оклад идолов и серебра твоего и оклад истуканов и золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту. Ты скажешь им, прочь отсюда». И все эти, особенно приложимы к монашеству, слова «закрывшему плотно уши свои от слов божьих идти на проповедь в мир». Иеремея 6, 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали, «Не пойдем». Вот так я искал веру православную. Исследуя все, пришел к первому веку. И Господь указал, тут истина. И притом не просто принять, ну, веру апостолу проповедовали, а принять нужно все соборы, труды святых отцов и жития святых. Иеремея 55 стих. «Будут спрашивать о пути Сиону, и обращая к нему лица, будут говорить, идите и присоединитесь Господу с союзом вещем, который не забудется». Павел Препростый, 4 октября. «Раз войдя в один монастырь, встал он у церкви, наблюдая, кто с какой мыслью входит в нее. Была вечерняя, и все входили в церковь с радостным лицом и просветленной душою. И с каждым из них входил с радостью и ангел-хранитель. Один же брат шел в церковь с лицом мрачным, душою озлобленную, будучи окружен бесами, из которых каждый влег его к себе. Ангел же-хранитель его следовал в отдалении, в унынии и с плачем. Видя сие святой, опечалился и весьма скорбел о погибшем брате. От великой печали не вошел святой Павел и в церковь, но с плачем сидел в ней ее. Когда церковная служба окончилась, то все братья выходили такими же, какими и входили, и свет божественный озарял их. Увидал Павел и того, который прежде был мрачным-то. И вот лицо его светилось, как бы лицо ангела, и благодать Духа Святого осеняла его. И ангел-хранитель радостно поддерживал за руку его, бед же издаля рыдал и не дерзал, хотя немного приблизиться к нему. Вопрос 1919. Отшельники боролись всю жизнь с гордостью, с самомнением и превозношением. Удавалось ли им этого добиться? Ответ. Увы. Это такая колючка, что как ни кинь, всегда будет шипом вверх. Так они говорили. Если считать по совести, что апостолы первые и так далее, то монахи едва ли на четвертое место попадут. 1 Коринфянам 12, 28. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, а в-третьих, учителями. Значит, они должны почитать апостолов и не ломать учение апостольское относительно всеобщей проповеди и участия в этом женщин. Если же вышло не так, значит, противящиеся в Писании есть по полной программе гордецы. И не сказано, что Бог поставил монахов или иноков в церкви. Свои лимонарии и прологи они выставили на первое место, потеснив, а затем и совершенно устранив учение апостольское, которое не знает учения о бисередевстве, о молчальничестве, и иноческих подвигах. Этот словарный запас пришел из мрачных пустынь и пещер, а не из светлой сионской гордины со освященной языками проповеди Духа Святого. В пустыне же дух немой, глухой, к призовам Писания выйти и проповедовать всему миру о Христе Воскресшем. Там дух немой и глухой. Когда святых заносило в самомнение, то им Господь давал укорот, посылал их к женщинам, которые в прошедшую ночь еще спали под теплым крылом мужей своих. Если Бог этих женщин замужних признал выше этого самоистязателя, то почему же никто нам не сохранил даже имен этих замужних праведниц? Почему их церковь не чтит и на антиминцы не употребила их телеса, если они выше самых праведных? Значит, в эти святцы их монахи не пропустили, потому что иначе всем будет видно, что грош цена этим подвигам отшельничества и сгорания в одиночной похоти. Если живущие в супружести достигли такой великой святости, какой они сподобились достичь даже эти постники, истощавшие, значит, пустынники и монахи, себе место нашли не в церкви, а в пустыне, заменив пустыню и всю церковь. Вот случаи из их жизни, которые говорят, что они гордились и давились самомнением похлещих депутата Думы Жириновского. Мария Египетская, 1 апреля. Святой Иоанн Дамаскин с похвалой отзывался о сафронимом описании жития святой Марии Египетской. Зосима. Еще в младенчестве он был отдан в монастырь, где доблестно подвязался в постничестве до 53 лет. Но потом его стала смущать мысль, что он достиг полного совершенства и более не нуждается ни в каких наставлениях. Если думал он на земле инок, могущий меня наставить и показать пример такого постничества, какого я еще не прошел, найдется ли в пустыне человек, превзошедший меня? Пришел он в чужой монастырь. «А откуда ты, брат?» спросил его Игумен. «И для чего пришел к нам нищим старцем?» Зосима отвечал. «Откуда я пришел? Об этом нет, нужны говорить». Вот и вся крутость. Мартин Милостивый, 12 октября. «У него едва ли были вообще какие-либо враги, но если и были таковые, то они ненавидели его забродовратителей, коими не обладали сами, и которым не могли подражать. Сейчас он плакал о грехах даже тех из своих поносителей, которые при нем или в его отсутствии нападали на него змеинными устами и ядовитыми языками. Среди духовенства в монастыре был один молодой человек по имени Брикций, который происходил из самого низкого звания, но которого Мартин приютил, воспитал и впоследствии возвел сам дьякона. Возбуждаемый злыми духами, Брикций стал страшно поносить своего незлобного учителя в глаза и за глаза. Святой муж старался образумить его кроткими наставлениями, но это не действовало на безумца. И он продолжал изрыгать еще большие хулы, и потом убежал. После того с Брикцием сделали с припадки бешенства. И однажды, когда Мартин сидел на скамье перед своей кельей, Брикций набросился на него с яростными ругательствами, причем на соседних скалах ему виднелись два демона, поощрявшие его к безумству. «Я святее тебя», — говорил дьякон, «я воспитался в монастыре, а ты некогда был солдатом». Братья требовали, что Брикций был подвергнут к примерному наказанию, лишен священного сана. Но Мартин спокойно перенес его ругательство. Макарий египетский, 19 января. О его пище и пятии, то есть о том, как он постился, не надлежит многое говорить, потому что даже и самые немощные из братья его скита не могли быть укоряемы ни в объедении, ни в употреблении какой-либо изысканной пищи. Хотя это происходило отчасти и по недостатку в тех местах какой-либо изысканной пищи, но главным образом, ради соревнования пребывающих там иноков, которые старались не только подражать в постничестве один другому-то, но и превзойти друг друга. Паисий Великий, 19 июня. В странах сирийских проживал один великий постник, человек, украшенный весьма многими добродетелями. Однажды, когда сирий инок стоял на молитве, он невольно спросил сам себя, кому из угодивших Бога он подобен. Лишь только он об этом подумал, как послышался свыше небесный голос. Иди во страну египетскую, и ты там найдешь мужа по имени Паисий, который имеет такое же смиренно-мудрее любовь к Богу, как и ты. Житие Ануфрия Великого, 12 июня. Преподобный Пафмоти, подвязавшийся в одном из пустынно-жительных монастырей египетских, оставил нам повествование о том, как он обрел в пустыне преподобного Ануфрия Великого, и также и других пустынников. Своё повествование начинает так. Однажды, когда я пребывал в безмолвии в монастыре своём, пришло ко мне желание пойти во внутреннюю пустыню, чтобы видеть, есть ли там инок более меня, работающий Господу. В девятый день месяца марта есть слово о Пафнутии монахе, молившем Бога, известить его, кому он подобен. И получил он извещение, что подобен старейшине селения. А всем же Пафнутии, по 27 числам того же месяца, есть слово, что он подобен свирельщику. Эфимий Новый, 15 октября. Много искушений ему пришлось перенести здесь со стороны злого духа. По действию его сначала на Эфимий напали тоска и скорбь по удалившимся братьям, потом боязнь уединения, наконец, его часто стали возмущать горделивые помыслы о высоте пройденного им иноческого пути. Вопрос. Аллилуйя. Аминь.